всем привет это видео о создании своей собственной красивой командной визитки она будет двусторонняя и будем мы ее создавать самостоятельно без помощи всяких дизайнеров с помощью инструмента канва наша цель по итогам на выходе получить готовую визитку с которой вы сможете спокойно пойти в типографии и напечатать ее в том количестве в котором вам это необходимо пока вот загружается сайт я скажу что визитка это важнейший инструмент с которого я думаю что нужно начинать свой бизнес построение своего личного бренда и поэтому мы будем делать интересную визитку с фотографией и с логотипом команды канва это инструмент онлайн редактор его можно скачать на телефон он есть в качестве приложения его можно просто найти как отдельный сайт и работать на нем единственное что здесь важно зарегистрироваться регистрация обычная абсолютно вы можете зарегистрироваться введя свои данные либо можете зарегистрироваться через google либо через facebook если на данном устройстве вы там авторизованы я в канве есть уже давно у меня уже тут свой персональный кабинет поэтому автоматически у меня уже все открылось непосредственно мой личный кабинет нам необходимо будет создать дизайн но мы нажимать создать дизайн здесь не будем потому что нам нужны свои настраиваемые размеры и здесь мы пишем ширина у нас будет 9 сантиметров высота 5 сантиметров и выбираем мы сантиметры создать дизайн хотела как раз сказать что перед тем как начать создание визитки необходимо скачать картинки которые будут у меня которые есть в качестве ссылки в описании к видео там вы можете их скачать подготовить на своем компьютере потому что нам они сейчас пригодятся кроме того нужно нам будет подготовить qr-код сейчас я покажу тоже как это делается на обратную сторону визитки с помощью которого заинтересованные люди смогут попасть в вашу команду ну и другие эмблемы значки я тоже покажу их откуда взять непосредственно в инстаграме непосредственно в канве и так картинки которые есть внизу вы скачиваете они у вас будут рекомендую сразу запустить их загрузки то есть вот здесь вот есть такой вот иконка загрузки называется и вы прямо отсюда можете их скидывать то есть брать скидывать сюда здесь они меня уже подготовлены как перетягивать покажу qr-код давайте удалю чтобы он нас не смущал вот у вас должна быть тоже сюда загружена фотография загружается на либо через загрузить изображение либо просто перетягиванием из окна загрузки или из папки сюда в этот изображение очень быстро это делается сейчас поговорим о qr-коде нужно сформировать вот такой вот покажу вот еще раз вот такой вот значок с помощью которого без набора ссылки просто сканировав на своем телефоне люди смогут попасть вашу структуру желающие так набираем просто в поисковике qr-код qr-код qr-код-генератор их очень много разных иногда приходится покопаться чтобы найти более-менее нормальный ну вот насколько помню вот такой голубенький квадратик вполне нормальный qr-код создает генерирует и бесплатно так посмотрим где взять ссылку то есть смотрите вам для того чтобы создать qr-код нужно будет ссылку я рекомендую брать реферальную ссылку на регистрацию вашей структуре где взять эту важную ссылку вы тоже найдете в видео которое я тоже выкладываю под в описании к видео три важные ссылки и там есть как раз ссылка реферальная ссылка на регистрацию вашу первую линию вашу структуру пусть вашу ссылку персональную на регистрацию вашу структуру мы вставляем и нажимаем создать код смотрим что здесь взят именно you are l адрес отмечен создаем код так я понимаю что он уже у нас создан и теперь нам его нужно загрузить здесь кнопочку загрузить и ожидаем загрузки здесь ничего нажимать не надо написано что ваша загрузка автоматически начнется через несколько секунд вот он у нас качался закрываем qr-код нам больше не нужен мы его скачали и перекидываем его как картинку вот сюда в загрузки то есть вот здесь вот иконка которую я вам показывал у нас здесь загрузки так смотрите вы загрузили фоны загрузили свою фотографию загрузили картинку командной эмблемы и qr-код не у вас должны быть готовы здесь еще также дополнительного скачана картинка века то есть вот они у вас тут есть и теперь начинаем работать вам необходимо просто взять фон фон вы можете выбирать самостоятельно смотрите какой вам больше нравится мы берем черный вот с таким каким-то текстурой изображением вот можно белыми линиями смотрите сами какой вам ближе интереснее далее мы берем фотографию пусть она уже будет для того чтобы примерно ориентировать нас по месту и фотографию обязательно должна быть у вас вертикальная если она у вас горизонтально то обрезать им перед тем как сюда ее добавлять вот она у нас будет примерно немножечко левее середины дальше нам необходимо с вами найти текст вставить и текста здесь есть можно самостоятельно добавлять текстовое поле а есть вот такие вот готовые шаблоны здесь мы находим шаблон алиса семенова фотограф мы его берем и добавляем сюда так вот он у нас но смотрите буквы там черный поэтому ничего не видно и нам нужно эти буковки сделать белыми для этого мы выделяем здесь есть буковка а что означает цвет шрифта и меняем так здесь еще есть слово фотограф в тоже меняем на белый цвет вот теперь видно уменьшаем размер текстом до удобного нам так и вводим свои данные вы естественно пишите свои фамилиями мне кажется что немножечко он ну ладно нормально так вот он меня расположил фамилиями в две строчки смотрите как вам удобнее красивее получится если в две строчки то в две строчки если кажется что в одну то можно и в одну здесь мы пишем словам маленькой буквы партнер компания рекомендую перейти на другую строчку фаберлик фаберлик большими буквами логотип компании теперь пишется заглавных букв не строчными так и немножечко перетягиваю но подровняем и все равно потом в конце уже ближе к окончанию редактирования дальше нам нужно с вами вставить номер телефона свой обязательно так смотрим что здесь у нас шрифт который называется монсеррат мы можем создать текстовое поле с точно таким же шрифтом чтобы у нас визитка смотрелось выглядело не разнопланово а чтобы в одном шрифте все было преимущественно так вот он монсеррат выбираем цвет тоже белый на черном белый смотрится очень эффектно выбираем размер шрифта вот так пока на глаз 10 я думаю потом посмотрим крупновато вижу но потом изменим и здесь вводим свой номер телефона 12 старайтесь все таки чтобы номер ваш был записан понятно не все там цифры все десять цифр в кучу смешаны до чтобы там они отделялись дефисом скобочками так далее очевидно что шрифт большой делаем еще меньше так может быть даже еще меньше нет давайте все таки восьмерку так пока оставляем так смотрите здесь появляются сразу линии вот такие вот вспомогательные которые вам ориентируют где по центру где не по центру вы можете тоже их естественно брать в расчет дальше нам нужно с вами сделать полосочку и и мы можем сделать с помощью просто так создаем текстовое поле делаем его маленьким и тоже белым таки вместо место текста нам нужно ставить полосочку для того чтобы внизу под телефоном подписать что телефон у нас привязан к вайберу ватсап telegram и так далее так вот такую полосочку у нас получилось фигурах естественно его можно поискать но что то как то мы не нашли нормальную и решили сделать так все такая полосочку нас будет может и поднять немножечко так и снова создаем текстовое поле снова делаем белым шрифт так можно опять выбрать монсерат шрифт недавно использованный вот монсерат уменьшаем текст шрифта делаем его маленьким здесь нам теперь нужно очень мелко вписать слова вайбер ватсап и telegram то что этот номер у нас привязан все регион Hahaha но мы будем смотреть это видео когда вйдем с помощью какие-то это все вайбер есть это все все и ничего вайбер вот вайбер вайбер и Telegram. Обратите внимание, чтобы названия всех мессенджеров написаны у вас были корректно и грамотно. Здесь шрифт все-таки великоват, это заметно. Лишняя буква тут появилась, ее убираем. И все-таки мы еще больше уменьшаем шрифт, возможно, даже до четверки. Ага, вот, все, мне нравится. Теперь снова выравниваем, чтобы эта штучка у нас была по центру. Вот мы находим эту линию и оставляем вот таким образом. Так, дальше нам необходимо написать ниже свои контакты в Инстаграме и свои контакты в ВК. Для этого мы находим элементы, убираем элементы. И здесь поиск по значкам делаем. Здесь у нас слово Инстаграм нужно найти, просто вписать. Можно русскими, можно латинскими буквами. Вот такой значок мы будем использовать. Его прямо перетаскиваем у нас бесплатно, вот сюда. Уменьшаем до минимума. Уменьшим еще. Вот, я думаю, приемлемо будет. Не забываем о том, что визитка, которая вот у вас здесь сейчас на экране, она увеличена. В реальности она будет много меньше. И с учетом этого делаем величину значков. Так, вставляем. Дальше нам нужно ввести текст. Добавляем текстовое поле. Точно так же выбираем белый цвет. Выбираем шрифт, который мы начали уже использовать у Менсерат. Уменьшаем размер шрифта до, ну давайте, шестерки. И пишем сюда. Свой ник в Инстаграме. Напоминаю, что для визитки он должен быть максимально корректным. Идеально, если это будет ваша фамилия, имя. Могут быть они разделены точкой, могут быть не разделены. То есть, смотрите, визитка приличная будет у нас на выходе. И поэтому, соответственно, и ники должны быть все приличные, да? Отвечающие статусу. Так, вот сюда помещаем. Дальше нам необходимо найти еще... Ага, вот так. В загрузках они у нас, в загрузках. То есть, вы их загрузили изначально, как я говорила, из ссылки, которая оставлена под видео. И берем значок ВК. Его можно, в принципе, найти здесь. Но единственное, здесь он, по-моему, платный. Поэтому просто взяли из интернета и решили добавить вот сюда. Потому что из интернета он бесплатный. Так, ВК. Уменьшаем примерно до таких же размеров, чтобы он у нас... Ой, что это такое? Вписался. Смотрелся одинаково. Так, снова добавляем текст. И пишем свой ник ВКонтакте. Ник ВКонтакте это те буквы, цифры, которые у вас после косой черты. И если у вас там какие-то цифры просто непонятные, то их тоже рекомендую заменить на понятные, доступные. Это фамилия, скорее всего, имя ваши. Для того, чтобы на визитке это смотрелось красиво и презентабельно. Все, как обычно, меняем размер, шрифт и цвет. И тоже вводим свой ник ВКонтакте. Здесь у меня уже нижнее подчеркивание есть. и по-прежнему единичка в конце. И помещаем его тоже сюда. Здесь уже наша задача будет просто все выровнять. чтобы смотрелось, чтобы было красиво и все понятно. Давайте оставим так. Вы уже сами там подредактируйте, как вам будет удобно. Здесь я немножечко расширю фотографию, чуть-чуть увеличу. Вот так. И последний штрих – это рамочка, которая должна… Вот смотрите, как это разрозненно смотрится. С одной стороны текстовая информация, с другой стороны просто фото. Для того, чтобы все смотрелось в качестве одной композиции, мы будем объединять это все в рамку. Для этого нам нужно найти элементы в элементах. Чтобы долго не искать, я вам просто покажу рамочку, которую вы можете найти просто через поиск. Для этого здесь все стираем. Пишем РЕКТАН ФРЕЙМ Так, и вот он находит вот такую вот рамочку. Вы можете просто фрейм нажать и выходить разные рамочки. Вот эта рамочка нам подойдет. Она не навязчивая, но тем не менее создает такой элемент единого пространства. Так, и аккуратно ее вытягиваем. Тянем за боковую и вниз тянем тоже. Такая у нас получается визитка. Смотрите, это только сторона лицевая. У нас у визитки есть еще и обратная сторона. Нажимаем добавить страницу. И у нас, смотрите, получается уже две страницы с одинаковым фоном. На обратной стороне наша задача с вами ввести тот самый QR-код, который мы с вами создавали в начале видео. Для этого мы его сюда переносим. Уменьшаем. Может немножечко увеличим. Потому что здесь у нас будет всего лишь несколько элементов. Небольшой текст. И логотип командный. Вставляем. Здесь мы его выровняем по отношению к QR-коду. Сделаем их друг с дружкой вместе, друг по другу. Уменьшаем. И выравниваем. Вот тут друг относительно друга. Вот так. Все идеально. Теперь нам нужно вставить последний элемент. Это текст. Добавляем текстовое поле. Выбираем тот же самый текст, который у нас уже был. Шрифт. Посмотрите, может быть вам понравится свой шрифт. И вы выберете его здесь уже с полет фантазии. Это все ваше. Так. Здесь текст белым. И шрифт 24 нам большой. Возьмем давайте 14, например. Так. Поле текста ограничим. Немного великовато шрифт, мне кажется. Давайте 12 сделаем. Вот так. Пишем. Получи. Консультацию. По красоте. Здоровью. и финансовой свободе. Попробуем немножечко растянуть. Может быть у нас поменьше станет. Вот. Я думаю, норм. И спустим чуть-чуть вниз. Выровняем, чтобы серединка была где-то вот так вот. Хочется еще немножечко подвинуть. Вот он нам даже рисует какие-то определенные границы. Давайте будем их придерживаться. Вот так. И текст немножечко подвинем. Вот так. И вот, смотрите, у нас с вами получилась визитка двусторонняя. Это с одной стороны. И это с другой стороны. По выбору текста, по выбору фона. Вы смотрите сами. Я здесь подбирала очень долго фон, искала упорно. Да, вот была у меня такая фотография изначально. И как-то вот взгляд лег на кружево, потому что перекликается фотография с фоном. Здесь полет вашей фантазии. Старайтесь придерживаться черного фона. Черный фон смотрится стильно. Шрифт выбирайте белого фона. Все, как я сказала, в принципе, вы можете повторить. Можете сделать немножечко со своими отступлениями. Это ваше право. Старайтесь придерживаться на обратной стороне визитки. Именно такого сочетания текста, QR-кода и эмблемы. Так, мне кажется, что немножечко не сели. Так, теперь смотрится получше. Вот. Для того, чтобы скачать, необходимо здесь увидеть в верхнем правом углу стрелочку. И рекомендации. Будем скачивать в PDF-файл для печати. Выбираем все страницы, два, и скачиваем. Затем скаченное изображение отправляем на печать в любую мастерскую, в любой печатный салон, где занимается печать. Очень рекомендую делать именно глянцевую визитку размером 9 на 5. И еще один нюанс, о котором я вам скажу. В типографии мне почему-то обрезали, да, решили, что рамка это место для обрезки. И обрезали вот именно вот так. Когда вы придете в типографию, объясните, что это рамка и визитка, вот она как есть, так она и должна быть. То есть рамка это элемент визитки, это не место, по которому нужно обрезать саму визитку. Поэтому вот обратите на это внимание. А так все. Желаю вам удачи. Думаю, что сделайте все очень быстро и просто. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите. Всем пока. С вами была Катерина Воронцова. Зна arrived. Поехали вам.